Наверное, так же, как и для исследовательского бизнеса, это стало некоторой неожиданностью и вызовом. И, наверное, так же, как и любой бизнес, мы начали приспосабливаться к этой ситуации. Надо заметить, что наша компания, в отличие от многих, которые нам известны на рынке, ушла на надомный, на удаленный режим работы чуть раньше. Мы это сделали где-то со средины марта, и у нас было время подготовиться, понять, какие сложности есть в этой ситуации, и успеть их преодолеть к тому моменту, когда уже полностью коллектив должен был выйти на удаленную работу. Соответственно, это другая новая жизнь, но, как нам кажется, мы сумели с успехом к ней приспособиться, и наши сотрудники работают не менее эффективно, чем раньше. У нас уже изменились многие бизнес-процессы, и многие задачи, которые мы раньше решали в офисе, сейчас мы научились решать удаленно. Конечно, есть вещи, которые удаленно делать нельзя. Например, у нас есть домохозяйство, где стоит наше оборудование, и не всегда удаленно мы можем решить вопросы, связанные с функционируемой этого оборудования. Тем не менее, мы здесь тоже начали меняться. Наши технические специалисты при общении с домохозяйствами начали использовать современные средства связи, Zoom, Google Hangouts и прочие вещи, которые позволяют устраивать видеоконференции и буквально на пальцах в прямом смысле этого слова показывать, что нужно сделать. Но, тем не менее, конечно, это невозможно сделать в любых ситуациях, и, соответственно, это оказывает свое негативное влияние на наш бизнес. Во всем остальном мы постарались найти какой-то выход из ситуации, когда нам не обязательно проводить личный контакт, и, в общем, мы стараемся как-то находить решение таких вопросов. Конечно, карантин повлиял на жизнь каждого человека, и мы начали общаться с медиа несколько по-другому, не так, как мы это делали раньше. Мы наблюдали, особенно это было ярко видно в первые дни, в первые недели карантина. В первую неделю карантина рекордно выросло телесмотрение, особенно среди тех групп, которые телевизор вообще смотрят не так много, среди молодежи. Молодежь начала смотреть телевизор в полтора раза больше, чем она это делала в докарантинный период. На самом деле цифры выросли не только по молодежи, но и по всему населению, и это продолжалось в течение начального периода карантина. Сейчас, когда самоизоляция уже прекращается, и карантинные меры снимаются, и телепотребление также возвращается на свой уровень. Аналогичные тренды мы наблюдали по диджитальному потреблению, и потребление интернета тоже выросло довольно сильно, и тоже среди всех групп населения. Мы, как исследовательская компания, предпочитаем поставлять на рынок максимальный объем доступной и валидной информации. Соответственно, сейчас на рынок поставляются данные как по всей России, так и по крупным городам России. Мы прекрасно осознаем, что необходимо анализировать тренды. И, к сожалению, для всей России трендов еще и просто не существует, потому что первые данные появились в конце прошлого лета. Поэтому сейчас сохраняется поставка как по большим городам, так и по всей стране в целом. Про этот год вопрос довольно сложный, потому что нам, как и, наверное, всем остальным компаниям, пришлось довольно сильно скорректировать свои планы на текущий год в связи со сложившейся ситуацией. Но, тем не менее, мы основной акцент делаем на самые перспективные для нас продукты. В первую очередь, это диджитальные продукты. Мы продолжаем поддерживать существующий пакет услуг, которыми пользуется весь рынок, наши медийные синдикаты. И мы активно думаем над тем, какие именно задачи будут стоять перед индустрией в 2021 и в последующие годы, для того, чтобы успеть подготовить тот продукт или те продукты, которые будут нужны. Мы находимся в постоянном процессе творческом поиске. И это R&D, это одно из важных направлений нашей работы, которое мы постарались максимально сохранить и даже расширить, несмотря ни на что. Продолжение следует...